Друзья, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра Бесконечное Лето. В прошлом видео я открыла очередную концовку, которая так или иначе связана с некой Юлей, это женщина... Оу, как это я так... Что вообще... Блин, куда меня... Оставьте меня в покое, что вообще происходит... А что случилось-то? Ничего себе! То есть можно нажимать на концовки и... И что это такое? С какого это места, интересно, все начинается? Типа... Типа я могу это все заново повторить? Что? Слушайте, ничего себе, разработчики и большие оригиналы, и я, честно говоря, за этой игрой такого не подозревала. Но теперь буду знать, что и какая-то такая функция в ней также есть. Хотя она несколько бессмысленна, что ли. Но, с другой стороны, если захочешь опять пересмотреть концовку, хотя смысл в этом... Перечитать же не получится, потому что текст быстро мелькает на экране. Поэтому даже не знаю, честно говоря, для чего это все было сделано. Можно действительно для того, чтобы концовку опять пересмотреть, но при этом не проходить все заново. Однако это реально бессмысленно несколько, по-моему. Так вот, Юля, это женщина-кошка, разработка советских ученых, по всей видимости. Либо же пионеров Шурупика и Мобильника. Вообще, конечно, ее концовка довольно оригинальна. Она практически... Концовка, а не Юля, ответила на все вопросы, которые у меня были к этой игре. Ну, то есть, так или иначе, но ответ я вам не получила. У меня, правда, еще вопрос остался. Их было несколько, но я все остальные позабывала, поэтому пока только один вспомнила и хочу его задать. Почему женщина-кошка лезет в воду, когда кошки не любят воду, а они ее ненавидят? В чем вообще дело? В прошлом видео передо мной встал выбор идти в город, либо же в город не идти. И я бы хотела загрузить этот момент. В прошлый раз мы поворачивали назад. А сейчас я бы хотела пойти вперед, то есть в город, и посмотреть, что за этим будет. Вообще, по идее, в этом видео надо бы уже еще одну концовку проходить, чтобы уже наконец завершить именно вот эту главную игру и взяться за моды. Но я решила, что, ну, лично мне, не знаю, как вам, и особенно тем, кто эту игру уже прошел, наверное, не очень интересно. Но вот мне любопытно узнать, что будет дальше, что произойдет, если я пойду вперед. Вот поэтому я сейчас хочу выбрать этот вариант, идти вперед. И к черту этого совенка! Да пошло оно все! Не существует никакого лагеря пионеров! И уже все равно, почему меня занесло туда. Главное выбраться, да поскорее! Что-то мне подсказывает, что этот город не существует. Кстати, почему вот интересно тоже. А в этом моменте Юля как-то была за то, чтобы Семен вернулся в лагерь. Непонятно, какие-то все-таки она своей, по всей видимости, здесь интересы имеет. Пойду дальше! Пожалуй, я плечами стараюсь показать максимальную незаинтересованность. Юля некоторое время внимательно смотрела на меня, но затем и сделала несколько шагов вперед, словно приглашаясь следовать за ней. Я не понимаю, она что Семена в любом его решении поддерживает? Просто когда он повернул в лагерь, она вроде как обрадовалась и похвалила его за такой выбор. Я и подумала, что она, значит, за то, чтобы Семен, ну, в лагере все еще находился. А оказывается, что ей как будто и все равно куда идти, главное, чтобы с Семеном. Но, с другой стороны, как в прошлом видео говорилось, что она его поплощение, его внутреннего мира. Поэтому Семен и внутренний мир, как и его второе я, то есть я, они неделимы. И поэтому действительно она не станет его переубеждать, и главное следовать за ним. Ну, так ты идешь? Да, Семен, это шокирует, что она тебя во всем поддерживает. Может быть, такая девушка, это мечта любого парня, кто знает, чтобы не спорила, во всем поддерживала. Ну, и отвечала на все вопросы. Не знаю. Кажется, впервые за весь день мы приблизились к городу хоть немножко, хотя бы на пару сотен метров. Я уже почти уверился в том, что мне наконец-таки суждено до него дойти, как вдруг сзади послышались гудки. Не уложили автобус! К нам стремительно приближался автобус и карос, рассекая ночную темноту ярким светом фар. А в прошлом видео что было? Лазик-вазик. Я благоразумно отошел к обочине. Ну, ты мог так же побежать впереди автобуса, надеюсь, что он все-таки тебя не задавит, как это, например, делают герои и персонажи в некоторых фильмах. Бегут себе вперед, убегая от какой-нибудь опасности, и наивно полагают, что машина там, или валун огромный, или что-нибудь еще, их не догонит, не раздавит и всякое такое. Вот и еще! Юли рядом не оказалось! Что? И как только у нее получается так незаметно исчезать и появляться? Как же так-то, а? Ничего не понимаю. Автобус медленно остановился рядом со мной, открылась дверь и... Что? Это та, которая меня звала вернуться обратно в лагерь? Сама за мной приперлась? Блин, Ольга Дмитриевна, большой оригинал. Из нее вышла Ольга Дмитриевна. Семен, почему не вернулся? Я же тебя просила! Такое ощущение, что она, блин, имеет какой-то... Не знаю... Сейчас прозвучит, наверное, как-то пошло даже, но всемогущая Ока, которая следит за Семеном и... Она-то, конечно, по рации с ним связалась, она-то, конечно, попросила его вернуться, но в то же время она за ним наблюдала и уж точно знает, что Семен не вернулся и где он находится, и куда за ним, если что, нужно ехать. Ольге Дмитриевны руки странные в районе локтей, одна как-то толще, вторая худее. Хм... Одну накачала, вторую нет? Странно, что неправую накачала. Я о том же вас могу спросить. Вы говорили, что случилось что-то серьезное. А сами? Ладно. Что, нечего сказать, Ольга Дмитриевна, да? Внезапно смягчилась она. Залезай в автобус. Какой автобус? А город? Как? Что? А как же город? Вот мы и едем, чтобы узнать, что там происходит. Че? Вы... Блин! Вот... Мне кажется, если бы я встретила этих персонажей в реальной жизни или там в игре, если бы это я действительно вместо Семёна была, я бы просто их уже измельчила на мелкие кусочки. Потому что как это вообще может быть? Сначала Юля, которая знала дорогу покороче к городу, через лес, в то время как мы круг, блин, по асфальту дали. Потом Ольга Дмитриевна, которая сначала выпроводила экспедицию, блин, школьников в Жарень. Сразу мне Южный парк почему-то вспомнился, когда они думали, что у них вроде как конец света, там забаррикадировались в каком-то из зданий и вышли потом в зимней одежде в летнюю жару. И такие, ой, мы не можем, точно конец света, нам так жарко, мы сейчас поумираем. Ну, тут вот почему-то, мне кажется, практически то же самое. Действительно, зачем были зимние свитера в такую погоду? И ещё это Ольга Дмитриевна, которая реально экспедицию выпроводила, даже ни капли воды им не предложив, взять с собой. А потом такая, Семён, давай быстрее приезжай, у нас тут кое-что случилось. А потом раз на автобусе приехала, вот оригинально, да? А сразу автобус нельзя было? Или хотя бы меня не отвлекать, пока я в город иду? Не вариант? Что-то мне подсказывает, что Ольга Дмитриевна замыслила похитить Семёна. Мне кажется, она его сейчас затянет щупальцами какими-нибудь в автобус, и он развернётся, автобус и обратно в лагерь уедет. Я колебался. С одной стороны, на автобусе действительно быстрее, а по этой дороге, похоже, до города всё же можно добраться. С другой же поведение вожатой выглядело странно. Не странно, подозрительно, весьма и весьма. Хотя пока нам по пути... Хорошо. Ай, не к добру это чувствую я, согласился я, и сел в автобус. Ничего себе! Да тут прям все собрались! Как же так-то? И Карус, мирно подпрыгивая на кочках, медленно двигался в сторону таинственного города. Интересно, а девочки, которые с нами, с Юлей тогда пошли, они тоже в этом автобусе? И как Юля, кстати? Ей же тоже наверняка интересно, что в этом городе. Хотя, может, она и знает. Я ума не приложу, но, допустим, она не знает, и ей тоже интересно, и что она, получается, в припрыжку сейчас за автобусом бежит? Даже слишком медленно, как по мне. Я настолько устал, что глаза начали закрываться сами собой. А как же, Юля? Я вот так просто ставил ее там одну? Она сама виновата, нечего было прятаться во тьме. Кстати, как интересно, водитель, если он, конечно, за рулем этого автобуса есть, потому что я вспоминаю прошлое видео, и понимаю, что может даже водителя и не быть, как бы это странно не звучало. Ну так вот, водитель, если он есть, то как же он, светя фарами во тьму и видя Семена, не заметил Юлю? И ведь в этом автобусе, кажется, поместились все пионеры, бывшие псовенки. С ума сойти. Хотя, подождите, нет, а ведь когда наступал последний день, и всех пионеров увозил автобус, он же всех увозил. Интересно, сколько их там тогда? Ну, просто если он забирал всех, то чему тогда удивляться? Ну, значит, он такой вместительный, либо пионеров не так уж и много. Может быть, она что-то хотела мне сказать? Впрочем, как я не боролся с морфеем, через пару минут с последнего сиденья окружающим был слышен только мой раскатистый храп. Бедные окружающие. Ой, чувствую я, до города мы так и не доберемся. Сейчас, наверное, опять в реальной жизни, Семен окажется. Вот тебе и пожалуйста. Все, наконец, закончилось! Или нет? Я так хотел выбраться, так отчаянно старался не спать. Неужели всему виной усталость? Нет, вряд ли. Мне словно в вере снотворное. Блин, чувак, ты целый день шел по жаре. Не удивительно, что ты устал? Ну, не могут люди вот так просто отключаться. Я же не страдаю нарколепсией. Чесе? А то есть, когда человек уставший, приходит и мечтает только о том, чтобы лечь спать, и в конце концов его мечта сбывается, он ложится на подушку, и как только его голова касается мягонькой подушки, он закрывает глаза и тут же отключается. Это значит нарколепсия или как ее там? Мы стынеслись быстро, спокойно, как широкая безбрежная река. Как это быстро, но спокойно, а? И в полету не мешали внешние раздражители, потому что я спал, но в то же время как будто бы находился в сознании. Вот сейчас я открою глаза и... Мне тоже интересно, что... Нечися, вот тебе и и. На меня смотрел облупившийся от старости потолок, большая, продольная, отлично разделяло его надвое, грозясь обрушить все верхние этажи. Блин, жесть, как он в такой квартире живет? Мне кажется, дом пора сносить. А то он рухнет сам. Мирно, но натужно шумел кулер компьютера, в воздухе кружились тысячи пылинок. Даже красиво, словно в некоем подобии танца. Хорошо, что он... В том беспорядке, который навел, некую красоту даже улавливает. А за окном заунывно выл ветер, облизывая за леденевшие стекла и уносился вдаль, закручивая хоровод из снежинок. Нет, Семен точно поэт. На мой мир, весело подмигивая, смотрела луна, яркая, но по-зимнему холодная. Скорее бы у нас зима, я так устала от жары. А в голове звенела, она была тяжелая, слегка окружилась, а во рту был мерзкий привкус. Словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки. Что, Семен, случалось уже пепельницу следать? Ничего себе! Но голова тяжелая и слегка кружится, это явно от недосыпа, потому что у меня примерно такое же состояние, когда я недосыпаю. Осознание пришло не сразу. Как будто я вчера собирался куда-то ехать, а потом... Это на сходку с однокурсниками. И мне снялся странный сон про лето, про лагерь, про пионеров и вожатую, про странную девочку-кошку и далекий город. Я постоянно забываю конец своих снов. Так добрался до города или нет? Нет, Семен, я за тебя отвечу, помогу тебе, ты не добрался. Но подождите, а точно ли это был сон? Ведь я провел в этом лагере почти неделю. Но у вас не такое может быть. Там то события очень быстро развиваются, а то прям очень медленно и кажется, что прошло довольно много времени. Так что... Однако часы были со мной не согласны. По их подсчетам, прошло всего около 12 часов. Ничего ты спишь? Я сел на кровати и принялся вспоминать. Вы знаете, мне кажется, самое разумное объяснение которое только может быть. Всему тому, что происходит, произошло с Семеном, это действительно то, что лето это просто сон. Потому что все эти... Как мне... Ну, помните теории раньше были в прошлом хотя бы видео? Как мне казалось, машины времени, там НЛО балуются, или я даже не знаю, кто... Это какие-то... Не знаю, неправдоподобные теории. Гораздо проще, лично мне, поверить в то, что Семен... Ну, правда, вот непонятно, как это он, уснув зимой в автобусе, потом проснулся у себя дома в кровати. Но проще реально поверить в то, что это был сон. Не знаю, может быть, он сознание потерял в автобусе, но его одногруппники его на остановке встречали, там, не знаю, и выгрузили его из автобуса, и отвезли к нему домой. Короче, я не знаю, честно говоря, как это все объяснить, но... Оф, странно это все. Чувства и эмоции были по-настоящему живыми, но события этого сна словно заволокло дымкой. Я помнил девочек, помнил их слезы и улыбки, а... угрожание ножом Лены тоже помнил? Помнил радость и грусть, которые мы пережили вместе, но вот лица и фигуры как будто скрывал сумрак. И чесся? А еще какая-то шахта, бомбоубежище, а потом остров, а потом отъезд. Эти чертовы кузнечики, которые мешают спать. И Славяна, и Лена, и Алиса, и Ульянещ, и даже Маша. Маша? Почему Маша, а не Мику? И Юля? Но было что-то еще, что-то за пределами сна, моя жизнь после. Словно на новом уровне существования. Да, ведь я много раз просыпался, встречал этих девочек наяву, а потом все сначала. Ничего себе! Да что за дичь, блин! Слушайте, как будто эта часть концовки тоже в себе совмещает все предыдущие концовки, да? Но при этом Семену ничего не объясняют, как это было в прошлый раз, а он как бы сам до всего додумывается. Такой огромный объем информации просто не укладывался у меня в голове. Память была переполнена, каждую секунду что-то забывалось. Я перестал понимать, что реально, а что нет. Все события в лагере слились в одну причудливую картину, как калаш, составленный из работ сотен художников разных стилей. Обрывки чувств, тени эмоций, куски воспоминаний мою жизнь разорвали пополам и неумело сшили обратно. Уф! А в итоге получилось что-то вроде той вечной куклы, которую мы нашли с урьянищей в старом лагере. Подождите, или со славяной? Перед глазами вдруг во всех подробностях пронесся тот ночной поход на поиски Сурика, но при этом я даже не мог вспомнить лица дев... лица девочки, которая была со мной рядом тогда. во как. Ну ладно, лица это одно, ну, наверняка же у него с каждой девочкой связаны свои какие-то ощущения, чувства, эмоции. Почему бы ему по этому не ориентироваться? С каждой секундой сон становился все туманнее. Неужели вскоре он вообще забудется? Нет, не хочу, я должен помнить. Зачем тебе это? Чтобы сойти с ума в итоге? Пусть даже без подробностей, пусть даже без лиц и возможно без имен. Короче, Семен, бери сейчас ноги в руки, шагай к компьютеру, открывай блокнот или любой другой редактор и пиши все, что точнее печатай. Ну или можешь от руки написать. Все то, что было во сне. Во всех снах. И наяву заодно. В те моменты, когда это было связано каким-то образом со сном. Ведь это не просто сон, я знаю точно. Это нечто большее, нечто очень важное для меня. В голове начал звучать голос, как будто бы немой, чужой. Сначала тихий, дорогий. Короче, все, Семен взглянулся окончательно и бесповоротно пора в психушку. С каждой секундой он становился все громче. А вскоре я почти что смог разобрать слова. Почему почти я не смог? Но это были скорее мысли. В одном эректическом импульсе сосредоточилось больше, чем в тысячах книг. Семен, почему ты нам не рассказываешь, что тебе голос говорит, а? Или этим лучше не делиться? Я вспомнил, что во сне осталось какое-то незавершенное дело, небось, связанное с Юлей. Город? Но нет, до города я вроде бы добрался. так может ты сейчас в том городе, хотя почему зима за окном? Юля! Из глубин сознания всплыл образ девочки-кошки. Она грозно смотрела на меня и смешно шевелила ушами. Представляете, Юля злится, а Семен радуется, этому смеется, просто потому, что она забавно шевелит ушами в этот момент. То есть это был не сон? Неделя, проведенная в лагере не сон? А что тогда? Ладно, допустим, хорошо. К примеру, действительно, Семена каким-то боком угораздило попасть из зимы в лето, из своей привычной жизни в советский лагерь, как бы это странно не звучало. Но как объяснить тот факт, что здесь ему около тридцатки, ладно, я может палку перегибаю, но лет двадцать пять ему, а там семнадцать, ну то есть ему сейчас сколько угодно, но только не семнадцать, а гораздо больше, а там около семнадцати. Как объяснить вот эти вот прыжки в возрасте? Я прошелся по комнате, выглянул в окно, окружающий мир был таким же, как обычно, как вчера. Еще немного, и я сойду с ума. Так. А! Тишина моей квартиры нарушила противная трепь дверного звонка, я думала это телефон звонит. И кому только понадобилось в такой час? Беги, Семен, быстрее, блин, а вдруг это связано с лагерем? Может, Юля пришла? хотя, блин, жизнь, а что, если она стала плохой, маньячиной и хочет Семена убить, а? Сначала я не хотел открывать, даже испугался, но потом подумал, что это отличная возможность проверить, а не сон ли это? Семен, ты хочешь проверить, сейчас не сон ли это? Как тебе в этом может помочь тот, кто к тебе в гости в ночи пришел? И вообще, зачем дверные глазки существуют, а? Чтобы ни званых гостей, ни прошенных не впускать, если что, чтобы узнать заранее, не открывая двери, кто там? Короче, Семен тоже со своими странностями, но я это давно поняла уже. Ведь люди во сне и люди наяву это две большие разницы. Прям таки. Вот сейчас открою дверь и узнаю. В два прыжка я оказался в прихожей рывком дернул ручку, даже не посмотрев в глазок, а вот это было ошибкой. И что? Ам! Приветик! Вы кто? На пороге стояли девочки. Давайте угадаю. Лена, Мику, очень со странной прической славяна Ульянеща ему уже ненавистница? В таком наряде? Это с ее-то привычками выглядеть как девушка легкого поведения? Офигеть! Блин, прикольно! Ну, надо же! С ума сойти! А почему они в таких нарядах ведь Димаша? Неужели им по улице не холодно было в таком идти, а? Только одежда мужа ненавистница еще более или менее сходит за зимнюю, а вот у Мику вообще летнее платье. Так, и что же это за девочки? Те самые из лагеря! Вот это вот с короткой стрижкой я как-то не узнаю, но в них как будто бы что-то изменилось. Да, угадаю, Семен. Прическа? Вообще странно Лену видеть с такими волосами. Ей идет, если это Лена на самом деле. Но это по-прежнему странно. Я не помнила всех подробностях их внешность и сна, однако прическа славяны напрягает. И Улья несчастлива стала выше. На несколько секунд повисло тягостное молчание, я просто застыл. Мысли остановились. Не было ни страха, никаких других чувств. Че приперлись, вы кто вообще такие? А девочки как будто и не удивились вовсе, что Семен в трусах его дверь открыл. Привет! Весело сказала славяна, что? Ну что, встал как неродной? Воскликнуло Ульянище. Как вы здесь? Я с трудом подбирал слова, но вот составить из них осмысленный вопрос мне получалось. Ведь столько всего хотелось узнать сразу. Я в шоке. То есть получается то, что Семен побывал в советском лагере, это не сон вовсе? Слушайте, почему у меня подозрение, что я сейчас получаю последнюю концовку, а? Хотя я вовсе не планировала. Подождите, девочки, нельзя вот так сразу человека пугать. Я тут же вспомнила Лену. Нашу жизнь после лагеря, что? И славяну тот разговор ночью на остановке, и Ульянищу, нашу встречу в институте, жесть просто, и Алису на моем концерте, и даже Машу в другом мире, но как? Да пожалуй. Короче, начала Алиса бойко. Ты не удивляйся так для начала, думал ты там один был. А в смысле в соренке. Да, да, в соренке, так вот не один. Мы там были, и мы. Но как вы? Все здесь вместе? Дело в том, что у каждой из нас был свой лагерь, а у тебя свой. То есть в наших ты вел себя по-разному. Что за жесть? Ладно. ну хорошо, допустим, они приснив один сон на всех пошли к Семену. Но почему они все вместе пришли? Почему они поодиночке с Семеном не связались? То есть они как-то между собой знакомы что ли были? Блин, я на славяну с такой прической не могу смотреть. Все, славяна, ты вообще не моя фаворитка. Славяна засмущалась и еще как по-разному. За мной стартом этим гонялся и еле убежала. Так получилось, что мы раньше вспомнили и поняли, что это не просто сны. Подождите, но как же? Ведь прошел всего один день. Нет, это все продолжается куда дольше. Сначала я тоже думала, что сны пролагер снятся только мне, но потом люди оттуда начали становиться реальнее. Ты начал. вздохнула. И эти ужасы. Какие такие ужасы? Казалось, Лена была готова расплакаться. Да хватит тебе. Тысячу раз же уже говорили, что это не он, а какой-то другой Семен. Значит, они до того, как прийти к Семену в гости, так и все познакомились друг с дружкой. Жесть. Что за трендец происходит в этой игре, а? Как это другой Семен? Понимаешь, этих снов много, лагерей много, у каждого свой, и в каждом ты ведешь себя по-разному, где-то даже вот так. Блин, я в шоке. Я отказываюсь это комментировать, потому что мой мозг не может эту информацию просто обработать, у меня ошибка, голубой экран. Она грустно посмотрела на Лену и продолжила. Многие твои воплощения рассказывали нам про другие лагеря и других нас, но там мы лишь куклы, выполняющие определенную роль. Я в шоке. Я вот никакая не кукла, возмутилась урьянища. Ну и нам это надоело, конечно же, мы начали искать выход, а вот однажды я попала в мир Мику. Это во сне, что ли? Пипец. Не называй меня так. Но я помню, там лагерь был совсем другим, мы снимали фильмы. А какая разница, все равно он шел по кругу. Я лучше промолчу. Ну и потом нам удалось связать остальные миры в один для нас пятерых, дальше делать техники. я офигеваю просто. Если лагерей много, вот вас пять, Семен шестой, даже если лагерей шесть, это же все, блин, нет. А если их не шесть, а шестьдесят, как они смогли понять, что в других лагерях их куклы, и как они там смогли найти реальных людей, с которыми они потом связали все эти миры, и блин, нет, это какой-то бред вообще, если честно. Алиса улыбнулась, и я узнала эту улыбку. Оставалось только найти тебя. Такое ощущение, что они знали, кого надо искать. Найти меня? Зачем? Нет, конечно, я был не против, наоборот, все наконец-то встало на свои места. Совенок, пионеры, вожатые, эти девочки. Да, Семен, для тебя все встало на свои места, а для меня вот как-то нет, ты знаешь? Даже, наоборот, запутали еще больше. А Юля? Кто? Юля, девочка-кошка. Вы ее разве не видели? Видели, еще как видели, просто, может, забыли. Да, там, кажется, что-то такое говорили. Как же так? Я до сих пор чувствовал, что в чем-то виноват перед Юлей. А вот так и получается, что у нас у каждой был только один мир, а у тебя их было много. Это какой-то бред, правда. Я не хочу об этом думать. А потом мы поняли, что с реальностью связан только ты. Жесть. Как поняли? Нам рассказал пионер, ну, то есть ты, который заявил, что в том сне уже давным-давно. и он их не обманул? Никак со мной было? Да, очень странный, тип больной какой-то. Все сказанное имя не укладывалось у меня в голове. Семен, ты че на пороге держишь гостей дорогих? Ладно, подождите. Я собрал мысли в кучу. То есть этот лагерь не сон? И это все продолжается уже давно? Лагерей много? Вести есть я и вы? Ну, каждый из вас он один, а у меня много? Нет, не понимаю. В общих чертах все так. Да, хватит киснуть, ты такой скучный, весело же. Я вот никогда в пионер лагерях не бывала, например, да и ты вряд ли. Весело, да, пипец просто. Не, ну, если не загоняться по всему этому, то, может, весело даже. Ну, кто все это придумал и зачем? Вот за этим мы пришли, чтобы выяснить. У меня выяснить? Ну, как вы меня нашли? Вдруг появились сомнения, даже страх. Блин, зря в глазок не глянул перед тем, как дверь открыть. Ульяна тут же больно ущипнула мне. Ах, ты маленькая паршивка, пойдем на кухню пальцы отрезать тебе ножом кухонным. Ай! А ты подумаешь еще, что спишь? Это было не сложно. Что не сложно ущипнуть? Конечно, твои копии могут быть разговорчивыми, если захотят. Вы что, пытали его, что ли? Или если их заставить? О, уж Лена мастер с ее ножом. Тихо добавила Лена. Так что сначала мы все познакомились наеву, а потом уже к тебе пришли. Это пипец все странно, правда. Встречай гостей! Э, нет, ко мне ты домой не попадешь, я тебе разгромство строить не позволю, нет. Ну, дела. Моя жизнь изменилась в мгновение ока. Конечно, я не помню этот сон или сны, как говорили девочки в таких подробностях, но тоже чувствовал, что лагерь это нечто большее. Он объединил нас, сначала там, а теперь и здесь. Оставался лишь вопрос с Юлей, но может быть я знал ответ? Может быть он просто забывался, как забылось и многое другое. Ладно, надеюсь вы мне все расскажете в деталях. Конечно, мы за этим пришли. Ну, тогда проходите, что в дверях стоять-то? Давно пора, Семен. чай, кофе, потанцуем. Со всеми, что ли, потанцевать сразу. И часе добавил, я стараюсь успокоиться и прийти в себя. Лена сверкнула глазами как-то недобро. У нее на этой картинке такое невинное выражение лица, вот, ты по ней не скажешь, да, что она может с собой покончить или кого-то убить ножом, даже угрожать ножом, и уж тем более, что она может кулаком сбить кому-то с ног. Ну ладно, давайте оставим танцев потом. Я в шоке. Это все? Это конец? У каждой истории есть начало и конец, у каждой истории своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи, эпилоги. Я читала это уже в прошлом видео, и нет такой книги, в которой бла-бла-бла, Семен. Достал одно и то, болтать. Но у каждой книги есть и своя последняя страница, перевернув которую мы ставим книгу на полку, чтобы завтра открыть новую, бла-бла-бла, быстрей, Семен, ближе к делу. Что там дальше-то было? Они тебе рассказали все? А мы почему в пролете? Мы почему ничего не знаем? Не, я просто в шоке от этой игры, правда. Гаремный мастер 80-го левела? То есть серьезно, я получила гаремную концовку? Блин, я думала, что она будет начинаться в лагере все-таки как-то. Ну уж точно, что не так это все будет. Блин, нет, я просто не воспринимаю славяну с короткими волосами, это слишком уже. Славяна может быть только с длинными косами, и не с такими тонкими, вот как мы здесь видим, а с толстыми, с густыми волосами. Как отойти от шока, связанного с последней концовкой? Нет, правда, почему она гаремная? Они просто нашли Семена, это как, не знаю, люди с общими интересами. Мяу! Жизнь промелькнула перед глазами. Это как люди. Ничего себе, вы это видели, да видели? Мяу! Все в купальниках. Клево. А домики одни и те же, там просто менялась обстановка. Как это вообще возможно? Я в шоке. типа было устало, да? Разработчики это хотели сказать двумя картинками. Я в шоке. Так о чем я говорила? Я забыла уже. А, так вот, почему она гаремная концовка, если девчонки пришли познакомиться с еще одним человеком с такими же интересами, как у них все вместе? Ну, надо же. Все. Я открыла все концовки. Я просто в шоке. А с галерей что? А вот тут не все картинки. Ну, и как это понимать? Блин, это обидно. Как открыть все картинки? Суна сойти. Посмотрите только на это. Реально, блин, не хватает некоторых. Что такое? неприятненько. А давайте еще вот этот выбор загрузим. Хочется тоже почитать все комментарии Семена про девчонок. Ой, долго это, скорее всего, будет много, но никуда не денешься. так вот, вернемся к гаремной концовке. Семен уже не будет со всеми встречаться. Почему она так называется? Я лично не понимаю, блин, я реально думала, что там Семен во все тяжкие пустятся со всеми девочками, и это поэтому и будет называться гаремной концовкой, но все намного проще и скромнее. Так что какая-то гаремная концовка, окститесь. Так, давайте славяну выберем. будем идти по порядку. Вот тут она мне нравится с косами, вот это совсем другое дело. Я перевернулся на другой бок. Доброе утро, сказала славяна. Опять доброе утро. Что случилось? А где размышления Семена или разговор? Ладно, а Алиса? То есть мне даже больше голосовые связки сажать не придётся, чтобы читать все комментарии Семёна, разговоры, диалоги и так далее, и так далее. Я в шоке. И так опять другой бок, Алиса сказала доброе утро, опять доброе утро, и всё, и понеслось. Я в шоке. Если честно, смотрится страшно, потому что очень быстро всё мелькает перед глазами, это ужас. У него сейчас всё повторится, да? Разработчики так изобретательные, так оригинальные, я прям поражаюсь, сколько тексту написано после вот этого вот выбора одного-единственного. Блин, а как все картинки остальные открыть? Я хочу! Потому что я чувствую, что если я сейчас перейду в моды, то поскольку они... Блин, так странно, что у Ильянища такое взрослое тело. Нет, это не у Ильянища. У Ильянища не может такое тело быть, она же малолетка, вы чё? Так вот. Не может же мод иметь отношение к игре, и картинки из него как бы в оригинальной игре оказаться не могут, мне так кажется, по крайней мере. А вы заметили, что сейчас был единственный раз, когда не троеточие ответила девочке «Доброе утро», а сам Симео? Как это понимать вообще, а? И давайте... Оу, два полных мешка, а чем? Ничего себе! О, а музыку я все открыла или нет? Любопытно же. А почему Blow is the Fires выделено? Типа сейчас играет или что? Что-то я не открыла. Вот так вот, между прочим. В спрайтах ничего, а фоны... О, кстати, а фоны все открыла или нет? Любопытно же. Смотрите, прикольно, когда... Фон, автобус днём, фон, автобус в ночи. И тут много таких. Вот тут тоже день-ночь. Вот домик днём и в ночи. Столовая. Забавно. Интересно, ну а фоны-то хоть я все пооткрывала? Потому что будет странно, если хотя бы фоны не все открыты. Блин, да что за беспредел вообще? Как это возможно? Да, фоны я открыла все. Я не знаю, как быть, правда. Я очень хочу все картинки открыть. Как это сделать? Значит, что-то где-то когда-то я не выбрала, да? Но я не знаю, что я где не выбрала. Я могу лишь предполагать. Почему, кстати, две одинаковые картинки? Даже называются на эти 10 отличий, да? Даже тени за спиной Юли одна и та же. А, стоп! Тут света нету на кусте или что это? А тут есть. Ну надо же. Есть у меня подозрение, сейчас я расскажу. Ага, вот все девочки, да? Забавно. А это... А! Это... Девушка без лица. Понятно. Блин, скит, ты ж блин, а! Как это все пооткрывать? Где я что не выбрала? Чтобы все картинки открыть. Короче, смотрите. Предположение какое. Я не знаю, насколько я права, но... Вот, допустим, тут у нас Славяна в ночи. Вот Семен Шарашин с Леной тоже в ночи гуляет, да? Вот на него ульярище падает. Кстати, вот он с Алисой. Это же, ну, все после того, как он поучаствовал в карточной игре, да? Значит, получается, вот эти вот две картинки, они должны быть получены каким-то образом до этого момента, так? Ну, я, конечно, не уверена, опять же, просто предполагаю, но... Мне кажется, что я права. И, получается, мне можно попробовать игру опять пройти и посмотреть, что я выбирала, а что нет. Просто, правда, хочется же все пооткрывать. Интересно, любопытно, а вот... Не получается. Неприятно, обидно. Ладно, ребята, все. Я получила очередную концовку. Я этого не ожидала, я этого не хотела, но так уж вышло. Поэтому давайте будем прощаться. Я вот подумала, наверное, мне стоит опять попробовать выйти на руты разных девочек. Я не знаю, что такое рут. Может, история или так. Источек. Короче, я не знаю. И там посмотреть, может быть, я что-то не поубирала. Самое сложное, знаете, это... Делать выбор самостоятельно, то есть без подсказок со стороны тех, кто написал в интернете, как выйти на рут той или иной девочки. Ну, то есть, например... Хоть это, конечно, может и не очень удачный пример, потому что от этого ничего не зависит, но, к примеру... Вот мне, допустим, дали обходной лист. Мне нужно с ним пойти в несколько мест, и мне предстоит самой выбрать, куда пойти. И об этом люди в интернете ни слова не написали, что лучше выбрать. Видимо, это не имеет значения, я не знаю. Ну, просто хочется все пооткрывать, а как это сделать, я не знаю. Я только могу сейчас предположить. Других вариантов у меня нет. Ладно, давайте будем прощаться. Кстати, вы заметили, что если это Юля, то у нее косичка закреплена другого цвета резинкой или что это, я не знаю. Забавно. Ну, в общем, ладно, все, спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, большие пальцы. Ах да, и помните, что один лайк, это равно следующее видео. Всем всего хорошего, ребята. Ребята, я тут после того, как с вами попрощалась, решила все-таки эту игру еще немножко пройти. При этом я не подсматривала в интернет, просто от балды решила, и вот я немножко нового текста увидела. Я не спорила с Алисой, но нажала вариант выиграть у нее турнир, и вот что мне на это ответил Семен. И не важно, что я не стал спорить с Алисой, и главное, выиграл. Кстати, я еще решила прочесть вам этот текст, потому что он не мелькал быстро, как до этого весь остальной текст, а значит это что-то новенькое. И я все-таки решила не записывать свои попытки, как я пытаюсь открыть оставшиеся картинки, потому что это будет слишком долго, нудно все. Даже если честно, сейчас пока вот все это проходило и решила вообще забить на оставшиеся картинки, но все-таки было интересно. А вдруг какие-то варианты где-то я упустила. Так, и вот дальше. А то, зная ее, можно только предполагать, что бы она завтра выкинула. Опозорила бы меня на линейке, рассказала бы Ольге Дмитриевне. Просто пустила бы слухи по лагерю. Причем самое страшное, что поверили бы наверняка Ене мне. А вот это я уже читала, кажется. Я даже не знаю точно почему, но уверена в этом на сто процентов. Я вышла из столовой, но и дальше все как обычно.